Кто сказал, что будет только... Можете ищите на свое время. После замечательного рассказа о книгах, я хотел бы добавить следующее. Что в Одессе, по-моему, не прекращается способность писать подалдельные книги. И есть люди, которые говорят, каждый член команды одесских краеведов может записать свои выступления. И те люди, которые утверждают, что это так, они говорят, ну надо немножко помочь им. Немножко помочь им, рассказать о том, как это делается, как вообще, более того, напомнить, как писали сочинение в школе, и все здесь сидят, скорее всего, отличники. Но, мы хотим добавить следующее. Дело в том, что... Девочки, ну послушайте мужчину единственного в нашем коллективе. И имейте что-то. Но он молчит. А мне хочется вам сказать. Так вот, но чем мы отвечаем? Мы отвечаем за неким таким добавлением. Говорим, мы верим в вас. Более того, организуем занятия такие, которые вам помогут написать книгу своих воспоминаний. О городе, о семье, о том, что вы видели, слышали, с кем встречались, там и так далее. Но, мы хотим добавить следующее. Мы хотим добавить видео записи личных историй. И это существенно облегчает ситуацию. Мы уже начали, вот мы написали сейчас рассказ 92-летней Лады Бондаревой, которая вспоминает, как она, в общем-то, прожила эту жизнь, как попала в Одессу, там и так далее. И будем таким образом накапливать, в том числе, здесь, ну, в общем, мы находим эту платформу, где будем выкладывать такие видеозаписи личных историй. И мне кажется, что и в библиотеке Франко тоже будет приятно, когда у них будет некая такая летопись, вернее, сборник таких вот личных историй, которые будут рассказывать, в том числе и вы. Поэтому мы запустили такой проект, который назвали «Хранители времени», а учитывая коронавирус, мы добавили онлайн, то есть возможны будут варианты и в онлайн, и в онлайн записи ваших личных историй. Потом приглашаем к этому делу участвовать, и мы разместили вот на своей страничке в фестнике, страничке в группе «Хранители времени» онлайн, некую такую анкету, приглашающую, что вот скажи, что ты тоже в этом хочешь участвовать. И разместим эту ссылочку в том числе и в группе «Хранители» приглашаем, надеемся, что, ну, все то, что вы рассказывали сегодня, то, что Тамара Павловна говорит, мы, кстати, мы все действуем в какой-то одной цепочке, которая вместе, наверное, будет мощнее, чем в каждом одежде. Спасибо за внимание. И вам спасибо, но вы не уточнили, кто это мы, кроме вас. Инициатор этого проекта «Хранители времени» онлайн Ольга Филиппова. А, понятно. Ольга Филипова, журналист, черноморский ТВ, значит, большая энтузиастка всяких проектов, в том числе отмекающих людей третьего возраста. И она ведь создательница организации соответствующей, вот. Именно она, в общем-то, инициировала, самое главное, самое главное, мало того, что инициировать, мы, в общем-то, можем с вами инициировать, но Олю, ведь, добровать еще и гранты. И вот грант на вот этот проект пока получили от немецкого фонда на два года. Ага, хорошо. То есть есть грант-сир, поэтому будет помощь, может быть, в издании книг и так далее. Я отвечаю на ваш вопрос, который есть. Да, спасибо. 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 Спасибо.